Доброго времени суток, товарищи подписчики, друзья, все, кому не безразлично мое стремление. У меня возникло желание открыть агроусадьбу. У меня есть документы, как бы открытые на агроусадьбу, парома называется, да, город Десна.ру. Но хочется такого что-то более большего, хочется открыть такую агроусадьбу, посвященную охоту рыбалки, да, то есть пруды с рыбой, с карпом, да, то есть и где-то такой удаленной местности. У нас места такие очень живописные, красивые, заказник ельни рядом, озера кругом, рыбалка хорошая. Но все, конечно, упирается в финансовую часть, поэтому данное видео для того, чтобы, может быть, у кого-то возникнуть желание помощи, помочь мне создать вот эту агроусадьбу. Я открою счет такой, донат, счет, на который можно скинуть хоть какую-то копейку, чтобы помочь мне как-то реализовать эту мечту. Эта мечта еще длится очень много лет, я давно мечтаю об этом. Интересуюсь рыбалкой, то есть много знаю о природе, занимаюсь сбором лекарственных трав, с такими разными вещами, поэтому это можно научить других людей, чтобы кто-то приезжал и как-то участвовал в развитии этого агро-трулистического бизнеса. Хорошее дело, просто много у нас людей сейчас забывают и бросают корни. Для этого нужна какая-то недвижимость. Сейчас я езжу по окруженностям, смотрю, убираю места, где вот можно сделать агроусадьбу. У меня есть домик, конечно, везде болот, но там далековато. То есть мы туда съездим, обязательно это место с ним, и проведем такое некое голосование. Вот один из домиков, который теоретически можно купить для строительства агроусадьбы. Трасса здесь такая, межрегиональная, деревенская, ну, в расстоянии, наверное, метров 300 от дороги. Вот здесь вот, если вы видите, вот березки, вот там березочки, да, вот это уже по сути-то раз, там машинка прошла сейчас. Но, место уединено, с другой стороны, хорошие подъезды. Домик в свое время можно было купить недорого, сейчас он уже заброшен, хозяин вроде еще живой. Света здесь нету, но свет можно подвести, это, в принципе, делается, потому что линия вон живая. Место уникально, классное, просто мне оно нравится, конечно. Я нашел сейчас еще одно место, но там нету просто света, и линия уже оборвана вандалами какими-то. Ну, вот здесь есть хозпостройки, там вот какие-то все заброшено, все, конечно, можно установить. Поэтому, если у вас есть желание, мне нужна сумма ориентировочная. Где-то так, вроде, не 5 тысяч уе, возможно, придется потратить на это. Есть некие свои сбережения, но хотелось бы, конечно, большего. Поэтому, если у вас есть желание помочь мне в развитии данного дела, пожалуйста, донайте, жертвуйте, помогайте в развитии агротуризма. И всегда, милости прошу, тогда всех, кто будет помогать, участвовать, вы всегда сможете приехать бесплатно отдохнуть в наших местах. Просто приехать отдохнуть. Такие красивейшие места здесь, очень шикарная, живописная местность. Вот там вот, дальше за этими деревьями, течет река. Река Десеночка, такая большая река. Ну, кто-то знает, наверное, кто не знает, вот это место. Место классное, но хотелось бы здесь, конечно, делать туризм. У меня есть очень много планов, я знаю, как их воплотить, умею много делать. У меня есть собственная пилорама, на которой можно будет сделать бревной, брус, доску. То есть, лес купить тоже недорого можно. Я покупаю его, и теперь делаю там себе в участке маленький гостевой домик под акроусадьбу парома. Ну, хочу, конечно, хутор такой, чтобы была некая такая крупная, ну, как крупная, просто большая акроусадьба, которая была уже на илоне природы в отдаленности. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, вашей поддержки, вашего внимания, ваших материальных взносов. Мы все вместе сминируем по нитке нищему рубаху. Я думаю, мы деньги эти соберем, и у меня будет моя мечта воплотиться в реальность. Все буду делать, стараться сам, ну, по мере там с близким, родственникам, может, что помогать будет, может, если кто-то захочет приехать помочь формированию этой акроусадьбы. Давайте создадим такой красивый проект, который даст жизнь такой уединенной древнерусской слободе. Древнерусской деревне. Место очень классное, если... Смотря сколько за него, конечно, захотят денег, но... Если будем активно собирать доноси, я думаю, что это все получится. Спасибо. Дальше проедем на другие места, которые меня заинтересовали. Ну, так, чтобы было расположение близкое, дорожные пути хорошие, но и в то же время близко исторические какие-то культурные места, на которые, конечно, клюнут туристы. Спасибо вам за внимание. Продолжаем съемку дальше. Ну, на время не смотрите, я думаю, что, может быть, сегодня, может, завтра я сниму второй участок. Вот здесь сейчас будет находиться второй дом, участок, который критически можно использовать тоже под туризм. С документами здесь, конечно, сложности есть. Я разговаривал уже за этот участок, но... По стоимости он, конечно, дешевый. По дальности нет, и трассы, ну, тоже, в принципе, дольше, чем туда, в то место, где мы были только что. Ну, такая пурчатая дорожечка, развилочка. Вот этот домик стоит, он, как бы, ну, такой уже, он разрушенный, там работает много, конечно, много, но дешевле. Не знаю, как вы считаете, здесь его... Домик этот в таком состоянии, здесь тоже нет света, тоже линия есть, но света нет. Вот такой дом. Там вот река, туда, ну, как сказать, в конце вот этих деревьев низких. Может, я сейчас туда прогуляюсь даже, посмотрим. Пройдут, посмотрю, куда же это место. Здесь река, не думаю, что у меня здесь недвижимость купишь больше. Ну, только, наверное, вот так вот. Как оно есть. Сейчас пройдем по участку дальше. Вот мы сместились чуток далее по участку. Здесь такая большая гора, спуск, там он, речка вниз. Речка довольно крупная. Такая вот, это та же речка, что я говорил, там есть, но она вот просто с другой стороны. Такое вот место, тоже шикарное место. Это номер два, который я выставляю на голосование вам. Как вы скажете, так и будем делать. Вы же будете за над вами помогать. Если будете помогать, конечно. Я очень прошу вас помочь мне в этом деле. Я мечтаю об этом всю свою сознательную жизнь. Знаю просто, как это все упасть в реальность. Знаю, как сделать красивую агроусадьбу, на которой будут приезжать люди, которым это будет нужно, которые будут интересоваться этим. Много разных вещей. Ловушек на животных, там, я знаю, много страстнообразных. Это по самобытной охоте, с травами, лекарственными, сборами, те, которые просто не нужно будет покупать таблетки, быть просто здоровыми всегда. Все это будет можно у меня узнать, проконсультироваться, можно будет пожить на участке, остановиться, тоже сделать какую-то лепту. Но для этого нужен хутор. Именно хутор в лесу, грея на пушке, возле реки, либо копанных столковков. У меня есть возможность выкопать ставки совершенно недорого. Там по 150 долларов за ставок за крупный. Все как бы есть, нет денег. Вот вся беда в том, что нет денег. Просто мечта, жалко, что мечта остается только мечтой. Очень нереально это воплатить в реальность. 5 тысяч долларов для меня это, ну, сейчас неподъемные деньги, я не знаю, как вот просто. Без вашей помощи, без вашей поддержки я не сумею ничего этого воплатить. Хотя, такие помеческие, у них нет, так, усадьбы, да, или такие даже потом со временем крупные комплексы, они нужны людям. Человек из природы просто гибнет, погибает. Бог нам дал возможность питаться, лечиться из природы. Мы просто это не видим, под ногами ходим, не замечаем этих церебных растений, этих красотой природы, уникальных мест, рыбалки. Порой, сколько хочется уехать от суеты городской и просто пожить где-то в лесу. Это даже и осенью красиво, когда дождь, когда павшая листва, от грибов немерено, когда вы можете собрать. Я покажу вам шикарные места просто, где можно набрать количество огромных грибов. Покажу экскурсии, сделаю на болото Ельня. Почитаете в интернете, самый крупный геологический заказник в Беларуси. То есть я знаю множество троп, дорог, тропинок, как можно выйти на это озеро, как можно там с ночевкой переночевать, где там остановиться, где там зимовья находятся. Много разнообразных вещей, как рыбалку, рыбу ловить, как охотиться, как ягоды собирать, где собирать, какие травы полезны, какие сборы полезны, чтобы все было у вас отлично. Но для этого нужна просто база. База это и есть агроусадьба. У нас государство позволило заниматься агротуризмом, и агроусадьба сейчас это самое актуальное место. Поэтому если вам неравнодушно, ваше здоровье, здоровье ваших близких, просто на усадьбе можно заниматься и сельским хозяйством, то есть тоже курочки, те же козочки, козье молоко, мы знаем, целебное, просто целебное. У людей, у которых язва, она исцеляет за 21 день. Просто достаточно пить 21 день козье молоко, и у вас просто пройдет язва. Ну, это же уникально. Опять же, рак исцеляется определенными травмами, до первой, второй стадии, просто без лечебного вмешательства. Опять же, камни в желудочном, в желудочном пузыре, в почках, выводятся в течение трех месяцев полностью, до неузнаваемости. Простой травкой. Эта травка растет у каждого на участке практически. Пять, если это интересно, я могу это вам рассказать. Ну, нужно создать что-то общее, и чтобы сюда приезжать можно было, и отдыхать, и жить, и радоваться. Спасибо вам большое. Я думаю, что вам будет небезразличного, хотя бы по чуть-чуть, по 100 рублей, но вы сможете мне заданать, и помочь создать мою, собрать денег на мою мечту. Спасибо. До свидания. Подписываемся на канал. Второй, третий домик, который я хотел вам рассказать, он в собственности, это дом моей жены, моей бабушки, поэтому он в собственности, но там очень сложные подъездные пути, в принципе, кому вазики можно добраться. Ну, опять же, я выставлю его потом вам на обозрение. Там есть вет, там домик, конечно, ветхий, но ему больше 100 лет, но участок, каркасные домики, я думаю, и домики с Бурлевна или Бруса, я буду в силах построить, за небольшие суммы. Я считал, что у меня каркасный домик обходился мне с моей пилорамой, с моими возможностями за 100 крест, ну, в 300 долларов максимум. Если это немного. Спасибо за внимание. Жду вашей поддержки и помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!